девочки всем привет вот по поводу обвязки изделия то есть наших пледиков шнуром usb вот я решилась отснять не то что мастер-класс просто видео чтобы вам показать вот осталась последняя петелька после окончания я вязала вязала с угла на угол вот у меня осталось после убавления такая петелька теперь мне нужно все вот эти вот косички то есть все петельки по кругу всего пледа вот эти вот вот эти вот все петельки нужно мне собрать на одну большую спицу то есть меня на леске спица вот такая на русских кривешь весь плед нужно по кругу собрать все вот эти петельки вот эти вот нужно подсобрать сейчас я вот соберу потом дальше вам сниму и таком я собрала почти чески весь плед по кругу остались у меня вот тут несколько петельчик буквально ты их сейчас до собираю прям до самой последней петельки собираю и у меня получается вот такая картину то есть весь плед по кругу собран теперь что что я значит спица которая в левой руке в ней же у нас и нить на эту спицу которая на левой руке набираем такое количество петель какой вы бы хотели чтобы у вас был по ширине ваш шнур я буду набирать 6 петель 1 5 6 то есть я хочу чтобы не был достаточно широкий шнур а вот теперь вот эти все петельки вот они у меня получились все петельки я начинаю провязывать так лицевыми петлями таким образом 1 вы можете взять дополнительную спицу можете эти же спицы вязать круговую очень удобно что двойные петлю я люблю вязать толстенькие ниточки тонкие не приходится вязать три 4 как же сложно так еще под камеру так все дело делается если вдруг у вас слетела и вот это вот петелька которая была у вас на левой спице которая была самая самая последняя самая крайняя ее провязываем да и и провязываем вот эту крайнюю петельку вот эту провязываем вместе со следующей петелькой лицевой петлю так все теперь что мы делаем мы все петли которые у нас на правой спице снова снимаем на левую спицу все шесть петель которые у нас были набрать вот мы их сняли очень удобно именно этой спице провязывать вот видите у нас получился вот такой вот провязанный кончик это начало наше теперь что мы делаем снова опять точно так же начиная с первой петельки провязываем все шесть петель 1 2 все же будет попроще 3 4 5 6 и вот эту седьмую провязываем вместе со следующей петелькой которая у нас было было вот но набрать и и снова опять так же все 6 петель включает в которую мы провязали вместе 2 опять одеваем сюда же и снова также провязываем 1 2 3 4 5 6 а седьмую петельку вместе с 8 провязываем всегда ее седьмую петельку и снова опять на эту же спицу одеваем все наши шесть петелек вот вы можете 3 петельки набрать не набирать такое количество все зависит от того какой ширины вы хотите именно вот этот шнур вот так вот он вяжется и так далее по всему кругу вот этого пледа вот эти все петельки мы провязываем с этим шнуром счастья побольше маленечко провяжу и по и покажу вам как это будет подальше выглядеть и так вот я провязала несколько рядочков что резкость почему-то нет не знаю почему почему чем вот и вот сюда с правой стороны вот так шнур смотрится а с изнанки смотрится вот так шнур то есть развернуть если вы развернуть к себе вот он будет вот так выглядеть вот так то есть тоже достаточно аккуратно вот достаточно аккуратно смотрится ничего здесь не торчит ничего здесь не вылазит аккуратненько не знаю почему резкость такая как отделывать именно уголок как обвязывать нам нужно там потом отдельное видео снять потому что у меня возможно не хватит памяти . вот таким шнуром можно обвязывать любую жилетку вот такие вот полочки именно или плечи вот это вот место где рукав то есть пройму можно обвязать она очень аккуратно смотрится если кому-то непонятно можете мне написать в личку я могу отдельный мастер-класс с вами провести по видео бесплатно в ватсапе договоримся о времени когда его провести можно провести то есть вот и потом отдельно сниму видео как именно заканчивать вот эти петельки как мы потом их будем вместе состыковывать чтобы вообще было ничего не заметно чтоб все было аккуратненько и не видно даже где начало где конец то есть достаточно аккуратный такой шнурик получается им же можно вязать и вязочки у маленьких шапочек для деток и край шапочки можно вязать вообще любое изделие можно обвязать вот таким шнуром может быть понятно может быть непонятно и что-то объясню ну короче если непонятно пишите мне в личку я постараюсь с вами это все разобрать всех пока